Восстановлению не подлежит. Треснувшие в Держинский дом решили полностью расселить. О том, что обноквартирный дом на улице Октябрьской начал проваливаться под землю, мы рассказали в конце прошлого года. Местные жители утверждают, что произошло это от бездействия коммунальных служб, которые полтора месяца не устраняли протечку в подвале дома. И в конце концов фундамент подмыло, и он поплыл. Теперь дом признан аварийным, и жители начали расселять. В доме прописаны 46 человек, но многие из них уходить отказываются, несмотря на то, что уже в доме даже и газа нет. Газа нет, пожалуйста, газовой колонки нету, вот посмотрите. Все, заглушки стоят. Где? Колонки газовой нету. Воды горячей нету. Греем. Греем воду в тазиках. Не как хорошие люди, все моются под горячей водой, с душем, с ванной. Купила плитку, готовлю на плитке. Он трескается. Но она вот была поменьше, сейчас маленечко, вроде что-то побольше стало. Здесь вон отходит, вот она пошла, вот эта вот трещина. Будет три месяца, 8 марта. Сдвигов нет. Поэтому буду жить пока здесь, резко у меня нет на съемку квартиры. И не знаю, когда чего нам дадут. Мне предложили квартиру в маневренном фонде. Там нужно подключить газ, сделать свет. Я уже жду две недели. Никто ничего не шевелится, никто ничего не подключает, не звонит. То есть я тоже уже устала биться. Остальные жители дома тоже недовольны. Кому-то что-то показывают, кому-то что-то дают. Ну, не знаю. Все не то и все не так. Вот даже вот видео могу вам показать. Вот девочки предлагали квартиру. Так, о боже. Света нет. Нет, здесь ничего нет и света здесь нет. Ой, какой ужас, боже. О боже. Здесь выкидывать надо все. Нам досталось. Вот такое чудо. Вот почему-то с какими-то пленками. Потому что, ну, не знаю, здесь что-то... А здесь просто нет стекла. И заткнуто все тряпками. Вот так вот жилую состояние квартиры. Как администрация ведет человеку, у которой трое детей, в такую квартиру показывать человеку, чтобы ей туда заселиться? Ну, вы сделаете капремонт, потом уже показывайте. Чтобы человек зашел, и действительно у него было настроение туда зайти. А она зашла, у нее волосы встали дымом. Сейчас пока только нам предлагают маневренный фонд, как бы я согласилась, да, сейчас, вот на однокомнатную квартиру. Я попросила, может быть, мы двушку какую-то, мне сказали, пока нет двушки. Вот. Компенсацию, которую, как бы, обещали, за съемное вот сейчас жилье, пока ее нет. Никто ничего никому не дал. Даже по маневреному фонду вот звонил, когда подключат газ, когда подключат свет. Ждите, когда ждать. Звонят, узнают, Наталья Литовна, почему вы еще все здесь? Я говорю, да, я все здесь, я буду до последнего здесь. Пусть не упадет потолок, но я не уеду отсюда. Пока мне ничего не дадут, нормальное, реальное жилье, в которое я могу привезти ребенка, в конце концов, чтобы у меня был где жить. Кстати, как сообщили в администрации Дзержинска, в маневренном фонде перед переселением жителей будет сделан ремонт. Только потом будут людей туда перевозить. Сроки ремонта не уточняют.